О том, что настала полуторамиллионный вакцинируемый, Юлия Сабирова узнала после прививки. На вакцинацию пришла впервые. По совету терапевта из-за своего диагноза привилась эпивак короной. Здоровье это очень важно. У меня многие мои близкие заболели. Моя мама, бабушка, дед. Деда увезли в больницу. Поэтому я решила, что нужно выполнить свой гражданский долг и обязательно нужно привиться. Пункт вакцинации у Меги, где прививалась Юля, с прошлой недели работает круглосуточно. По очереди друг друга здесь сменяют врачи из четырех городских поликлиник. С момента введения в Татарстане QR-кодов только на этом пункте вакцинации в среднем в день прививает около 700 человек. В основном это молодежь, а люди среднего возраста. Очереди здесь начинаются с раннего утра и заканчиваются лишь поздним вечером. Днем, утром много людей. Люди даже когда уходят на обед, получается, быстренько забегают. Молодежи сейчас больше. Пожилые люди все-таки больше в поликлиниках, скорее всего. А тут люди среднего возраста приходят к нам вакцинироваться. Всегда есть спутник ВИ, который двухкомпонентный идет. И пивак. Также был лайт. По последним данным от коронавируса в Татарстане сейчас привились 1 миллион 526 человек. Это более 60% жителей, кто подлежит вакцинации по плану. Для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно. Хотя темпы вакцинации сейчас самые высокие. Ежедневно в прививочные пункты приходит почти 20 тысяч человек. Я и сам болел в том году. Не по-настоящему знаю, но все равно лучше перестраховаться. Я, может быть, и переболела, но сдала на антицела у меня низкие. Поэтому все-таки решила сделать, потому что у меня и сахарный диабет, и гипертоника. Этой весной в Татарстане ежедневно вакцинировалось около 4 тысяч человек. В июле был рекорд. От 10 до 18 тысяч привитых в день. В августе наступил спад от 3 до 5 тысяч. И сейчас очередной подъем. Если так будет и дальше, торт здоровья 2-х миллионному привитому вручат уже в декабре. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.